Можем начинать! Всем привет! Меня зовут Соня Шац. А меня зовут Илья Воронков. И это Некий подкаст! Всегда. Подкаст! Человек только что посмотрел заставку и опять... Подкаст! Некий под... Ладно. Это Некий подкаст, в котором мы будем разговаривать про создание музыки и обсуждать проблемы, с которыми часто сталкиваются начинающие музыканты. Некий подкаст! 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 Некий подкаст! 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 Некий подкаст! Для начала хочется сказать спасибо всем тем пяти людям, которые посмотрели наш первый выпуск. Нет, на самом деле их было гораздо больше. И мы искренне благодарим каждого человека, кто нашел время и потратил этот час вместе с нами на нас же. Ну да. Спасибо большое. Но правда. Нет, правда. Правда, спасибо. Мы очень это ценим. Мы все еще ищем форму, мы ищем структуру. Мы пытаемся понять, куда и как это дальше будет идти. Поэтому нам очень ценны ваши комментарии. Для слушателей из Spotify я повернулась в камеру. Кстати, вы можете смотреть нас на YouTube. Поэтому спасибо, что вы их пишете. Обязательно пишите больше. Задавайте свои вопросы. Предлагайте темы, которые вам бы было интересно послушать в этом подкасте. Мы, правда, очень ценим и прислушиваемся. Вот. Yes? Yes. Ну а пока я предлагаю все-таки, как и задумывалось в том выпуске, сделать второй выпуск. Знакомство, часть 2. He's back. He's back. The boy, hold it. И в этом прекрасном выпуске я, наконец-то, заткнусь. Потому что мы будем слушать о том, как Илья Воронков пришел в музыку. И, кстати, я знаю верха вообще этой истории. Хотя, мне кажется, мы много общаемся. Вершки. Вершки. Как правильно писать, вершки или вершки? Пишите в комментариях. Никита это видел, а ответил на этот вопрос. Да. Так это к нему только. Все эти отсылки. Сегодня, получается, будут и корешки. Вау. Ну ладно. Так что, Илья, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в музыку? Ведь ты вообще не так давно в ней находишься. В ней. И до этого занимался вообще другим. Ну да, пожалуй, что так. Наверное, так. Но вообще не так. Если так разобраться. Абсолютно так. Супер, спасибо. Это был второй выпуск. Может, еще одна тема есть какая-то? Да, да, да. Да как это произошло? Я, ну типа, так же, как у всех, наверное, с детства, мне как-то повезло, что родители показывали классную музыку. Вот. Я вырос на всякой такой классике. И понятия не имел вообще, что мне с этим делать. Пригодится мне это как-то в будущем или нет. А что за классика? Ну, Queen, там, Deep Purple, Led Zeppelin, не знаю, там, Pink Floyd, Super Tramp, Yellow. Короче, bunch of good music, old and good classic music. Короче, назовем это так. Вот. И как-то это всегда было. Я в целом, ну, короче, у меня не было, короче, периода в жизни, наверное, когда я слушал какую-то непонятную музыку. То есть, я помню, что когда я учился в школе, ну, типа, что слушают школьники? Извини, я просто подумала, что непонятная музыка – это то, как двумя словами можно описать мой плейлист в Spotify. Мои любимые треки – это непонятная музыка. Да, и ведешь ты некий подкаст. Да. Непонятная музыка и некий подкаст. Так. Ну, типа, я помню, что я когда учился в школе, ну, типа, что слушали школьники, когда я учился в школе? Я закончился в школу в 2008 году. Угу. Тебе было сколько? Восемь? Да. Вот. Десять. И, типа, тогда был, значит, Тимоти у нас в клубе. Олды здесь. Ставьте лайкос. Да-да-да. Так. Вот, значит. Ну, короче, не знаю, там, фактор два. Ну, всякая такая история, короче. Я даже не могу сейчас вспомнить какие-то прям, типа, бенгеры. Вот, но... А, и слушали французский рэп много. О, но это в тебе осталось. Ну, это зацепило, да. Ну, блин, это реально там офигенное музло, кстати. Ну, потому что фильм «Такси» вышел тогда, и, типа, все угорали по этому, и очень нравилось. Но, когда наступал какой-то момент, когда ты делился музыкой, которую ты слушаешь там в домашней среде в школе, ты говоришь, ты что, дурак? А, да? Ну, типа, что это за хуйня вообще? Что это? Что это? Я помню, самый первый диск, который у меня появился, это была группа «Dire Straits». Это... Ты знаешь, да? Да, конечно. Опять, опять тот же. Я люблю очень. Тот же вайп, тот же вайп. Просто одноклассницы рассказывают. Такая же ситуация. А, мы разыгрываем сцену. Абсолютно. Ну. Ну, в общем, типа, и... Я не помню, зачем и как, и почему. Ну, в общем, у меня был диск этой группы. Это вообще был первый диск, который мне подарил отец. А, мне подарили как-то на Новый год музыкальный центр. Вот. Вау. С этого, наверное, все и началось. Класс. И потом мне что-то стали как-то подаривать диски. Ну, в общем, и там была такая неплохая коллекция всяких крутых групп старых. Короче, я еще в школе был странный. Потому что я... Ну, и типа... То есть, ты остался уверен в себе. А что? Это какая-то хуйня, которую Воронков слушает. Непонятно. Вот. И... Ну, и потом, типа, у меня случилась какая-то интеграция с одноклассниками, наверное. Ну, типа, я более как-то интегрировался в эту среду. Начал слушать с ними какой-то французский рэп. Блин, вот бы здесь сейчас тоже была интеграция. Пишите нам, если вы хотите. Подождем. Надо будет перекатить поле здесь нарисовать. Чтобы просто и сверчку. Ну, вот и все. И типа... А потом я поступил на юридический. Почему? Как? В смысле? Потому что я понятия не имел, что я хочу делать вообще в жизни. И поэтому ты поступил на юридический? Ну, у меня отец юрист. Я такой, я тоже буду юристом. Просто я тоже понятия не имел, что я хочу делать после школы. Я никуда не поступила. Ну, возможно... Ну, это тебе как минимум не навредило, правильно? Не навредило. Ну, прекрасно. Ну, а что как? Ну, немножко я туповато, конечно. Пишите в комментариях. Считаете ли вы, что Соня немножко туповато? Или множко. Так, ну, понятно. Но это типа стандартная история, что типа есть отец, ты смотришь на отца и идешь просто по протоптанной дорожке. Даже не то, что я смотрел на отца. Просто, ну, типа, я понятия не имел. Вообще, к чему у меня какие-то склонности или... А музыкальный центр тебе не давал наводки? Да вот именно, что... Ну, может быть. Но это же так не работает. Потому что если ты открываешь рот в 2008 году и говоришь, а я вот подумываю о том, чтобы стать музыкантом. Как ты думаешь? Нет, тогда я хотел стать футболистом вообще. А, ну... Да, но мне отец сказал, ты головой, сынок, заработаешь больше, чем ногами. Даже не знаю, комплимент это или нет. Блин, у меня тупо ровно вот такая же есть история с мамой, с моей, когда я ей сказала, я хочу быть актрисой. Она сказала, Соня, ну ты не сможешь вот это слушать, как тобой командует. Ну какая актриса? Ведь была права. Ну да, но я до сих пор вот думаю, это как бы комплимент? Или типа, блядь, какая из тебя нахуй актриса? Не надо туда соваться. Слушай, ну я тоже благодарен, что не стал футболистом. Потому что, мне кажется, вообще это очень... Ну это безумно сложный путь вообще. Ну это жестко. Но это другой подкаст. Это какой-нибудь подкаст о футболе. Ну короче, типа... Да я просто не знал, что я хочу делать. Кем я хочу быть вообще. И когда... Ну я такой, ну ладно, буду юристом. Окей. Потому что, ну как работает глава большинства в этот момент? Ну нужна работа, на которую ты ходишь. Приносит оттуда деньги. Ну типа да. Ну и вот. И я пошел по этому пути. И сделал крюк в добрых лет, наверное, 12. Охренеть. Ну да, я... Ну мне повезло. Короче, там было довольно-таки неплохо на самом деле. В универе можно было идти по этому пути. Вполне себе, наверное. Вот. Потому что были хорошие преподы, которые в целом... Ну в какой-то момент мне даже это нравилось. У меня даже был период жизни, когда я готовился стать адвокатом. И я просто узнал, сколько это стоит, чтобы сдать адвокатский экзамен. А что-то надо платить? Есть обязательный взнос, который ты должен заплатить. В зависимости от региона, адвокатской палаты, региона, он разный. Адвокатская палата? Ну типа да. Вот. А есть неофициальный еще взнос. И? И как бы я узнал, сколько это стоит и понял, что это не про меня, как минимум. Типа это дорого? Ну это было около 250 тысяч. Господи. Просто чтобы стать адвокатом? Ну да, просто чтобы получить такую арочку. Ебанулся. Ну, как неожиданно. Блин, ну знаешь что? Я поняла, что, блин, ты бы был охуительным адвокатом. Нет, я в целом понимал, что, наверное, да. Ты бы жопил там всех, сидел бы и говорил. Как они говорят, когда типа... Протестуют. Да. Нет. Они так не говорят. Отклоняю. Вот, да. Ну, в английских этих сериалах. Так судьи говорят. Ну, ты понял. А нас адвокаты просто молчат. Молчат? Да. Мучат. И слушают, как им говорят, заткнитесь. Ну, это неважно. Короче, я типа не знал, что я хочу делать. И вот потом я начал работать. И я вообще нахрен забыл о том, что у меня внутри есть какое-то желание как-то состояться творчески. А пока вот это все происходит, пока ты условно учишься в универе, пока вот это все, вообще какое-то соприкосновение с музыкой есть? Ну, я только слушал, наверное, и все. И вот именно в универе я начал слушать вообще непонятно что. Мой плейлист тоже. Ну, может быть, да. Ну... А что, например? Слушай, да я даже не помню. Ну, тогда была эра треков ВКонтакте. И когда ВКонтакте начали как-то щемить за пиратство, и были вот эти вот вместо Лана Дель Рей, там, Ванна без дверей и все такое. По-моему, это был этот период. И ты, ну, слушал разные вещи. Подписывался на паблики ВКонтакте. Типа, новые альбомы и все такое. И оттуда, кстати, узнавал. А, у меня в этот период примерно после универа у меня началось увлечение жутко тяжелой музыкой. Я фанател от Metalcore. Это что, типа 1-2 гигабайта? Бля, если честно, я чувствую, что гениально. А, о, спасибо. Ну, как бы... Прости, пожалуйста. Да, продолжай. Мне надо отойти от этой шутки. Я ввлекался жутко. Да-да-да, жутко тяжелая музыка. Ну, приходилось покупать SSD-шники, чтобы... Илья, как ты слушала музыку в универе на жестких дисках? Да. Ну, ты знаешь, что такое Metalcore вообще? Ну, блин, Илья, ну ты задаешь вопрос, как будто ты не знаешь ответ на него. Ну, конечно, я не знаю, что это такое. Ты реально не знаешь. Ну, я тебя вчера спросила, Массив Атака, ты из Сумерек? Да-да. Только... Ну, окей, хорошо. Только восстановился от шутки и тут ты напомнила. Ну, я понимаю... Короче, я... Ну, металл. Мы можем... Это жанры металла с разновидностями экстрим-вокала. Это когда люди... Ну, да, вот так вот, как я делаю, у тебя врелся. Только там вот такая вот теха... Эта история, да. Некий подкрас. Да, давай запишем. Гроул-версию. Нет. Не отклоняйся от темы. Да, короче, ну что, я занимался... Ну, вообще не думал о том, чтобы, типа, как-то начать это делать и все и все такое. А потом в какой-то момент я работал в Министерстве природных ресурсов Ставропольского края, значит, в отделе госзакупок. Охуеть. Да, делал всякие контракты, типа, там... Ну, это абсолютно... Ой. Короче, в тот момент я получил, значит, зарплату 14,5 тысяч рублей. Я пошел в ближайший магазин музыки и купил гитару за 7,5 акустическую. Потрясающе. А что? Как это произошло? Да я... Ну, просто я... Ну, я на тот момент слушал исключительно рок-музыку и понимал, что я хочу, наверное, гитару. Вот. И все. И я пошел и купил ее. И я начал... Ну, я вообще хотел, конечно, электрогитару, но я... Я в целом такой человек, я читаю обзоры на все, что покупаю. Это мы в курсе. Это, может, вы в курсе. А, ну да, вы не в курсе. Или я человек, который просто может, блядь, я не знаю, смотреть отзывы о бодеколоне, например. Смотреть ревью на ютубе про шейкеры. You never know. Ну, короче, да. И я, типа, понял, что для начала неплохо бы, наверное, купить акустику. Я вообще понятия не имел. И я пошел в этот магазин и купил эту гитару. Абсолютную какую-то фанеру. Красная цена. И было тысячи три, наверное. Вот. Она до сих пор где-то лежит. И, типа, я начал учиться играть на этой гитаре. Сам? Да. Я смотрел... Я приходил с работы домой. Смотрел видосы. И, типа, в какой-то момент я еще... Я, типа, освоил настолько, что начал еще подпевать. Вот. И начал, значит... Вот. Это был, собственно... Трень-трень. Да-да-да-да. Прикольно. Тоже АМДМ и все остальное. О, мы там и остались. Ну, вам это очень подходит. Спасибо. В отличие от меня. Блядь. Вот, собственно, да. И, типа, потом я... А, ну, еще надо сказать, что все это время меня терзала абсолютно уничтожающая история, что я живу не своей жизнью. И я находился в какой-то абсолютно жесткой депрессии. И я, наверное, даже не понимал, что со мной происходит. И я начал гасить это увлечением в спортзале. То есть, я просто начал ходить в спортзал и упарывался там, чтобы не думать ни о чем. То есть, я приходил абсолютно опустошенный, и мне было так легче. Я, типа, тренил каждый день, чтобы просто, ну, не ебнуться. В этот момент, ну, ты понимаешь, что ты живешь не свою жизнь, но при этом у тебя уже есть осознание, что жизнь, которую ты хочешь жить, это жизнь, связанная с музыкой? Или это просто какое-то непонимание на душевном уровне? Оно в этот момент зарождается, наверное. То есть, у меня так сложилось, что, наверное, в какое-то время я реально думал о том, что я иду по пути уже, я там буду юристом и все такое. И, ну, мне было спокойно. А потом я разочаровался в этой всей системе, потому что я же походил в суды, и была куча разных историй неприятных, и я видел все это изнутри, и коррупцию, и прочее. И я как-то очень сильно с чах по этому поводу. Ну, и, наверное, это было еще и наивно с моей стороны. То есть, ну, куда я лез-то вообще? Я, блин, и это. Ну, короче. Господи, как хорошо, что все так сложилось. Ну, и меня стало, ну, когда я понял, что у меня нет ничего, то есть, если это был хоть какой-то намеченный путь, хоть иной абстрактный, я вдруг обнаружил себя, что у меня ничего нет вообще. То есть, мне там на тот момент уже условно было, не знаю, сколько там, 24-25, может быть. И я абсолютно не понимаю, что я хочу делать в этой жизни. И вот это был самый, наверное, жесткий период. И я вот начал упарываться в спортзале, чтобы просто не сойти с ума, и играл на своей-то гитаре. Ужасное сочетание вообще. Качок на гитаре. Качок на гитаре, который при этом еще думает, что он поет, понимаешь? Который при этом еще юрист. Да. Охренительная вечеринка, парень с акустической гитарой. Вот эта вот история. Это все было про меня. Ну и все. И в какой-то момент, я даже не знаю, я не могу вспомнить конкретно, что случилось ли какая-то, типа, была ли какая-то искра, которая мне сказала... А, я помню диалог со своей мамой. Я что-то забрал ее с работы. И я ей говорю, слушай, я, наверное, ну, я, наверное, вот хочу все-таки как-то попробовать в музыке. И она мне сказала... Хорошо, что не футбол. Нет, ну, там было что-то в духе, ну, типа, а ты вообще думаешь, что ты хорошо слышишь? Ты думаешь, у тебя абсолютный слух? Я говорю, нет. Она говорит, ну, чтобы заниматься музыкой, должен быть абсолютный слух. А я такой, типа, да нет, не должен. Ну, наверное. Но, наверное, меня спасло на тот момент то, что я об этом ничего не знал и думал о том, что надо как-то попробовать. И все. А потом я как-то... А, важный момент. Моя двоюродная сестра, она стала встречаться с барабанщиком, который, ну, такой прям очень крутой барабанщик. Вот. И я что-то стал с ними тусоваться. Мы вообще особо не сильно дружили с сестрой, но на тот момент мы как-то сошлись, стали хорошо тусоваться. И вот они как-то меня стали подтягивать к какой-то музыкальной тусовке в городе. Оказалось, что она есть. И на тот момент она действительно была, как бы, ну, наверное, в каком-то, типа, расцвете. Потому что были какие-то, оказывается, местные группы и люди, которым это еще интересно, понимаешь. Потому что в своей на тот момент компании я был какой-то такой, типа, а этот еблан с гитарой. А этот качок с гитарой. Странный парень. Налейте ему протеина срочно. Да-да. Вот. И типа... И я помню момент, когда... Ну, в общем, как-то мы стали общаться с Владом барабанщика. Зовут Влад. И мы стали с ним общаться. У него тогда была группа, которая называлась Пена. Блин. Если есть любители постпанка, пожалуйста, послушайте группу Пена. Просто напишите в Спотифай или, не знаю, где вы слушаете Пена. И если не найдете группу, напишите название трека «Километры». Вот. И вы сразу поймете, о чем. И это очень DIY, как бы такой постпанк. Но это... Ну, я считаю, искренне это охренительный альбом. И при том, как он был сделан на тот момент абсолютно на коленке, что называется, в гараже каком-то практически там из говна и палок. Но это тот момент, когда неважно, как технически собрана музыка, все как-то сошлось. И это сделано круто. Плюс очень талантливые тексты писал на тот момент их вокалист. Более того, эта группа потом еще и поехала в небольшой тур по югу России. И они поехали вместе с группой, которая называлась... Господи. Короче, я забыл сейчас, но пусть мы с тобой напишем, как она называлась. Я вспомню название. А! Черниковская хата. Это... Да. Я тебе сегодня много расскажу интересного. Блядь, как люди придумывают название для группы? Группа Черниковская хата. Это чувак вообще, по-моему, из Штатов, который просто переехал в какой-то момент в Россию или он в детстве переехал в Россию. Но вообще он американец, насколько я помню. И он один сделал типа саунд. Он просто перепевал в стиле постпанк песни в духе ночной рандеву, там ты не верь слезам. И на самом деле это охрененно. И, ну, и как бы на тот момент они были довольно популярны. И вот они вместе с Пеной поехали в тур. Типа там в Краснодар и Ростов. И в итоге их там подписал какой-то лейбл, но, к сожалению, они распались. В общем, я тусовался с этими чуваками. Вот. Но, естественно, меня никто всерьез не воспринимал, потому что, а что я могу привнести в это общение? Ну, просто типа, ну, смотреть, как они это делают условно, да. Ну, наверное, из какого-то... Из солидарности они пару раз со мной поджебили. Вау! Да-да-да-да. Ты разъебал? Да нет, конечно. Ну, блин, я даже ритм не умел держать на тот момент. Да как? Это нереально. Ну, и... Но именно в тот период случилась важная история. Мы пошли на тусовку в место, которое называлось РМЦ. Это что-то типа, я не знаю, как-то... Короче, это бывшая какая-то фабрика. Ну, типа такое хипстерское место, где тусуется всякая молодёжь. И, как говорил Влад... Всякая молодёжь. Как и говорил Влад, чёрнопомадницы. Если бы мы были дудём, мы бы вынесли эту титру сейчас. Чёрнопомадницы – это девочки с чокерами и... Чёрными помадами. Чёрными помадами, да. И на тот момент почему-то их было... Это было модно. Да. И Влад говорил, а эти чёрнопомадницы. И, в общем, да. Ну, короче, на РМЦ условались вечно всякие музыканты. И, ну, это было место абсолютно каких-то... Ну, короче, это было прикольно. И как-то мы что-то шли туда. И я просто услышал, как из вот этого ангара звучит трек группы Tesla Boy «Dream Machine». И он звучит хорошо. И я думаю, ну, просто включили музыку. А потом я услышал, что это лайв. Потому что я начал слышать... Ну, слышно, что это как бы не запись. И... А мы со Стасей... Стасия – это моя сестра. Мы, типа, любим Tesla Boy. Мы такие «Охренеть! Пошли вообще!» И мы просто как-то запиздавали туда через какие-то сугробы, через забор. И, ну, мы заходим. А там маленькое помещение. Сценка такая. И на сцене, значит, ребята. И Никита Шишков играет на гитаре. Так я его в первый раз увидел. А, вот так вы познакомились? Да, так мы познакомились. Никита Шишков – это, ну, помимо того, что близкий друг Ильи, который теперь тоже живёт в Лассабоне, ещё и человек, с которым мы сейчас совместно все вместе, совместно все вместе пишем музыку. В том числе для проекта «Соня Шасс». Классные у тебя отношения. Себе? Так ты проект. Я проект. Да, короче. Ну, вот так я увидел Никиту. И я просто в какой-то момент орал, я куплю ваш альбом, потому что дальше они стали играть свою музыку. Она была прикольная. Вот. И, ну, в целом я познакомился со всей этой тусовкой, со всеми этими ребятами. И в этот же день, в эту же ночь, я познакомился с Табо. Это мой Кент из Южной Африки. Вот. Который просто... Ну, это было странно. На этой тусовке с чернопомадницей. Был Табо. Где чуваки играют Тесла-бой. Типа мне послезавтра в министерство на работу, понимаешь? Тут вот эта вся история. И просто проходит мимо чернокожий парень. И я такой, типа... И он проходит с кружкой кофе, типа. Ну, такая у него картонная, как будто из-под кофе. И я такой, типа, что это такое? Ты где тут кофе купил? А он говорит, это водка, братан. И так мы, собственно, и подружились. Прекрасно. Ну, так вышло, что в тот день я встретил двух своих супер близких друзей. Вот. Ну, и в целом тусовку музыкантов. Короче, они закончили играть, и мы что-то стали общаться. И с Шишковым случилась любовь с первого взгляда. Потому что он вырос ровно на той же музыке, что и я. Вот. И ты просто называешь там, типа, Эрик Клэптон, Дайр Стрейс. Он такой, да, Божев, да, говори еще. И все. Ну, это произошло. Ну, и там были другие ребята, с которыми мы... А, и у них же был вокалист Илюха. Вот. И, ну, типа, у них сформировавшаяся группа. И как бы появляюсь я, который вроде бы понимает, что что-то он хочет, как бы. Но у них как бы все есть. Нахрена им нужен я? Я не умею играть на гитаре. Я не умею петь. Я ничего не умею, по сути. Вот. Но мне было очень весело. И вообще этот период... Ну, это был, наверное, один из лучших вообще моментов именно таких длящихся в жизни. Когда вот... Ну, это, короче, меня так, наверное, поглотила музыка. Потому что я понял, насколько это весело, когда у тебя есть группа, какое-то общение. У них была реп-точка, там же, на этом РМЦ. И в какой-то момент я позвал Никиту выпить пиво и показал ему свои демки на гитаре. И ваша дружба стала еще легче. Там были какие-то тексты, да. И оказалось, что вроде как у них там что-то не сильно складывалось с их вокалистом Илюхой, и они позвали меня на репу. И я пришел на репу и принес песню. Ну, типа, полностью текст песни. И мы стали ее делать. И, короче, так вышло, что, типа... Ну, да, и мы, в общем, как-то сошлись. Почему-то никого не смутило, что я вообще нахер не умею петь и все такое. Ты был именно вокалистом в этом репте. Да, я был вокалистом. И тексты писал. И абсолютно сонграйтером, да. Вот. Другой вопрос, как бы, что это было, наверное... Ну, типа... Ну, мне было хорошо, в общем. Да и похуй, наверное, и дочка. Да, было прекрасно. И типа, до чего? И мы сделали группу, которую мы назвали «С подачи пьяного Влада». Я помню, как это было. Мы сидим на кухне после бутылки самогонки. И я спрашиваю Влада, который согласился играть с нами тоже. Потому что у него там что-то... Это тот, который барабанчивал. Да, у него с пеной на тот момент не заладилось. И типа, как бы это... Это звучит очень... Как бы это ни звучало. И типа, и... Я говорю, как назовем группу? Она на меня смотрит. Говорит, мятный фестиваль. Я говорю, гениально. И мы берем. И мы назвали группу «Мятный фестиваль». Вот. И дальше началось какое-то вообще странное притяжение. Типа всего и вся. Я просто как-то... Ну, я такой человек... Я вообще... Как говорит Никита, я визионер. Вот. Понимаешь? То есть, я постоянно все... Удивительно, что Никита использует настолько сложно... В смысле, как это сказать? Популярное сейчас слово. Да. А не на старорусском он тебя как-нибудь называет. Я даже не знаю, что он мог бы сказать по этому поводу. Ну, короче, типа, я просто как-то... Вот, если я что-то делаю, я такой, ну, да. Значит, да. То есть, если мне нравится, я такой, а почему нет? Ну, да. Но ты действительно очень веришь в то, что ты делаешь. Мне почему-то это легко. Ну, то есть, ну, а почему нет? Понимаешь? Ну, то есть, как... Бля, Илья, твои слова... Бы. Бы, да. Многим в уши. Ну, это тоже такая отдельная история, наверное. Ну, в общем, почему-то я... Ну, типа, я начинаю как-то очень уверенно этим заниматься. Как будто я уже, знаешь, я такой как бы... Фронтмен группы Мятный фестиваль. Да, да, да. Фронтмен группы Мятный фестиваль. Город Ставрополь. Такой харизматичный, подкачанный чувак. Такое как бы все. И репетиции что-то там. И у нас начинаются какие-то концерты. Начинаем что-то играть. И даже там же мы потом играем на Спартака, где я на них смотрел. Для меня это было как бы, ну, такое... Ну, для меня это было достижение. То есть, потому что, ну, это было... Я вообще не понимал, как мне туда залезть, понимаешь? Я вообще не... То есть, я понял, в какой момент... Это просто случилось. Что я хочу. А что меня увлекло? Меня увлекла, по сути, тусовка. Ну, и вот, получается, моя сестра Стасия и на тот момент ее парень Влад. Вот. Меня вот это увлекло. И, типа, вот так я попал, наверное, в эту движуху. А дальше началась история какая-то переосмысления, наверное. Потому что, ну, удивительная хрень, но не то, чтобы это связано с тем, что мы были как-то хороши, да. Но мы съездили на фестиваль «Ода еда» в Пятигорск. Выступали там с группой «Флаги», который из Невиномыска, и которым, кстати, как-то снимал клип Сергей Мезенцев. Да, и у них, на самом деле, было очень крутое музло. Если кто-нибудь любит странную, прикольную попсу на русском языке, попробуйте послушать группу «Флаги». У них есть альбом 2017 года «Оставь свой след». Там просто легендарная музыка есть. Ну, в общем, да. И, типа, мы играли... Ну, было довольно активно. То есть, я совмещал свою на тот момент абсолютно тупорылую и скучную офисную работу с этим. И понимал уже, что я попал конкретно, и я хочу этого, но я вообще не знаю, как это поставить так, чтобы я мог как-то жить и вообще заниматься этим. Это ты всё ещё просто сонграйтер и вокалист? Да. Ты никакого отношения не имеешь к продакшену музыки? Абсолютно никакого. Вообще. И самая, как бы, такая странная и, наверное, сумасшедшая история, которая с нами была, нас позвали выступить на День города. В составе, там, ну, разных, как бы, ещё групп, ну, которые были в городе, типа. И, блядь, это очень странные до сих пор воспоминания, типа. Ну, была реально большая сцена. Понятно, что никто не пришёл на нас конкретно. Нас вообще никто не знает. Ну, ты выходишь, и там, типа. А там дофига людей. Ну, там, типа, я не знаю, сколько было, но тысячи полторы, может быть. Охренеть. И ты начинаешь петь авторские песни, как бы. И я прям, ну, на таком, типа, всё нормально, там. Ну, короче, я не знаю, как это было. Ну, в общем, это было странно, но это было, и, типа, по-моему, это был один из последних моих выходов на сцену вообще в качестве вокалиста. Вот. Блин, удивительно. Я слушаю эту историю, и я понимаю, что очень, ну, типа, не очень, наверное, но в какой-то степени очень есть пересечение с тем, как я себя сейчас ощущаю. Потому что у меня тоже есть основная работа, которую я не... Сейчас я думаю о том, слушает ли мой начальник этот подкаст. Которая тебе нужна. Которая мне нужна. И которую, если честно, я не люблю, и, ну, как бы, она просто платит счета. И также я тоже абсолютно вот сейчас вот этот человек, который, ну, типа, 0.5 в музыке, и просто, типа, пишу текст и пою. Ну, я могу сказать, что в отличие от моей позиции на тот момент, у тебя сейчас есть две вещи, которые позволят тебе это сделать. У тебя есть команда профессиональная, которая пишет музыку и делает продакшн. Это, как бы, очень важный момент. Ну, понятно, да. И еще очень важный момент, который, там, ни первый, ни второй. Ты, как бы, офигенно поешь и хорошо пишешь тексты. Чего у меня не было. Потому что, ну, то есть, ты условно, неважно, там, ты знаешь такое Мессифа так или не знаешь, там, ты знаешь, как это все включить или не знаешь. Важно, что ты занимаешься своим делом в музыке, вот в этом нашем производстве музыкальном, ты занимаешь свое место, которое, ну, тебя заменить нельзя, понимаешь? Ну, да, потому что, ну, как бы, а как? А что будет? Голос-то самое главное. И, ну, у тебя это, естественно, я думаю, с течением времени получится. И я абсолютно убежден в том, что в этом году, я думаю, это все уже случится. Ну, я думаю, что ты уже почувствуешь этот вайб жизни, когда ты профессиональный музыкант. У тебя есть проект, который тебя кормит. Ой, господи. И еще твою команду. Илья, пока что как раз, кстати, мой проект пока кормит только команду. Ну, кто, кто... Это шутка в том плане, что она, ну, типа, реально мы просто ходили хавать на прошлой неделе за деньги, которые я заработала. Ну, слушай, сходить поесть на роялти, это знаешь ли уже результат. Да, конечно, конечно. Так, извини, я убрала, увела вообще тебя. Итак, мы находимся в моменте, где Илья Воронков, вокалист и сонграйтер группы «Мятный фестиваль», он выступает на дне города, погружается в музыкальную тусовку. Она сносит ему башню, но при этом он все еще юрист. Да, он все еще юрист, и был абсолютно ебанутый случай, когда, типа, мы сыграли на фестивале на дне города, и я иду, типа, на работу на следующий понедельник. Типа узнали? И меня останавливает какая-то компания и говорит, а это вы вчера пели? Я такой, ну, я. Они такие, блин, было так классно, спасибо. И я дальше иду работать юристом. И я такой, типа... Блядь. Ну, короче, какие-то... Там неважно, хорошо это было или плохо, просто это было. Ну, то есть люди увидели... Но это тебя очень как бы выбрасывает из реальности. Конечно, типа, и... Да, блин, что? Потом я потерял работу. Это была такая довольно сложная история. Я работал на тот момент в Старопольском водоканале уже. Занимался той же самой хуйней. Потрясающе. Просто так вышло, что в один день на работу, значит, в это учреждение пришли сотрудники одной очень известной государственной конторы. И забрали директора в тюрьму. И, значит... Ну, и типа все закрыли и тебя уволили. Да, ну, нет. Но это произошло... Ну, в общем, потом сменилось руководство. Там было очень тяжело работать, потому что начали всех подозревать. Короче, не хочу в это лезть, но, типа, просто стало невозможно находиться. И я подумал, что... Ну, что ж. Меня он уже узнают. Ну, конечно, не так подумал. Но я такой, типа, ну, значит, надо, наверное, делать какие-то шаги. И уходить нахрен. И я ушел с той работы. И я не сказал об этом, например, своей матери. Которая... Ну, не то, чтобы там я должен был. Или типа того. Ну, нет. Ну, это имеет вес. А в том смысле, что, ну, типа... Я какое-то время делал вид, что у меня еще есть эта работа. Просто чтобы человек не переживал. Я на тот момент думал, что, ну, сейчас, наверное... И мы сейчас вот с мятным фестивалем сейчас, блядь. Ох, мы устроим. Минстоловую вечеринку. Ну, так вышло, что именно в этот момент мятный фестиваль по разным причинам сдох. В основном по той причине, что мне начали абсолютно справедливо как бы замечать, что я... У нас не было ни одной записи. Вот. А записать у меня не хватало скилла. Абсолютно никакого. То есть, если на лайве ты можешь там как угодно фальшивить и что угодно делать, в студии это все сразу вылезает. И, ну, автотюн это вообще не панацея. Ну, короче... А, на тот момент у меня еще был... Я купил себе педаль такую, Босс называлась. И там был автотюн, короче, разные эффекты. Это педаль типа для вокалиста? Это педаль, да, для вокалистов. Такие существуют. Прикольно. Да. То есть, я тоже могу, как вот эти вот все приходят со своими маленькими чехольчиками... Ты можешь, но я думаю, пока тебе это не нужно. Ну, да. Если у меня еще нога будет работать, пока я пою, я совсем охуяюсь. Ну, да, действительно. Главное, чтобы не отключилась в этот момент. Да. Ты душа нога. Мультитаскинг на сцене. It's not about me. Да, ну, и, короче, типа... Да. И мы как-то стали ссориться, наверное, и... И с Никитой тоже. И с их стороны это было, в принципе, справедливо, потому что я решил, что я уже все умею, и мне не надо ничего делать, мне надо учиться. Ну, как... Я чувствовал, что что-то не так. И, наверное, что-то есть такое, блин. Ну, потому что, ты знаешь, ты слушаешь, как сделана музыка, и ты думаешь, ну, что там? Ну, как бы... То есть, я настолько был уверен в себе. Ты слушаешь, как они сделают? Я такой, да, это херня, мы сейчас напишем лучше. Вот. И, типа, ну, в какой-то момент это стало просто раздражать людей. И потом наш, на тот момент, басист Сережа и главный техник вообще всея-всего, он... А что ты понимала, Сережа это человек, который у себя дома собрал 3D-принтер. Да, и напечатал на нем гитару, блин. Блин. Ну, типа, абсолютно гений. Ну, абсолютно гениальный. Извините, это я с тумом скреплю. Гениальный человек. Работает, кстати, в полиции в Ставрополе. Он напечатал полицию. Он напечатал полицию. Чтобы в ней работать. Он напечатал полицию и работать. Остановитесь! И у него такой бумажный пистолет. Так. Ну, да, в Ставрополе именно так. Вот. Ну, короче, и... Блин. Простите, простите. Так, хорошо. Где? Где уже? Когда? Когда ты нажал на кнопку и понял, ебать, это мое? Да до кнопки еще, наверное, ну, есть какая-то еще история. Я сейчас пытаюсь вспомнить, а что было дальше вообще? Да. Слушай, мне нужен уводящий вопрос. Ну, смотри, еще раз, давай резюмируем, где мы находимся. Ты ушел с работы. Ты не работаешь нигде. Да. Тебе нужно как-то выживать. Мятный фестиваль катится никуда. При этом ты веришь в себя, но понимаешь, что чего-то не хватает, но чего именно непонятно. И ты думаешь, что в этот момент я такой, наверное, надо учиться. Но нихуя. Нихуя. В тот момент я понимаю, что где нет денег, и я как бы откликаюсь на какую-то вакансию. Я иду на эту вакансию. Я попадаю в совершенно потрясающую какую-то компанию, которая вообще вряд ли можно предположить, что в маленьком городе будет такая компания. Это компания, которая занимается услугами, предоставляет разные услуги нефтяному сектору. И я в эту компанию иду и становлюсь опять кем? Юристом. Ну, да, практически. Я занимаюсь там тендерами и всякой такой историей. И так уж выходит, что у меня в этой компании все как-то очень хорошо получается. И я становлюсь начальником отдела. Меня... Потом я становлю... Потом под меня... Вот вообще не могу представить. Под меня создают тендер на договорное управление. И я становлюсь начальником отдела. У меня в подчинении там было 8 или 10 человек в какой-то момент. И типа... А ты был классный начальником? Ну, я был вот в том числе... Единственное, просто классный начальник. Не очень компетентный. Но классный. Но веселый пиздец. Но веселый пиздец, да. За это меня до сих пор там любят. Да вот что, ну и типа... Поэтому тебе нравится сериал «Офис». Очень, да. Ну, в общем, и на тот момент все развалилось вообще в плане музыки. И остались только мы с Никитой. И мы начали вдруг общаться с Ильей, которого я в какой-то... В начале заместил... А, да-да-да. Тот, который не подошел на этот фестиваль. Да, а Илья на тот момент начал делать музыку сам, один. И у нас с Никитой он вызывал какое-то божественное восхищение. Мы думали, нихуя себе, а как это? А это сколько тебе лет? Мне уже, наверное, 27 где-то. Вот. И типа... Какой хуйней занимаются люди в 27 лет? В смысле? Руководят, блин, людьми другими. Да, и не живут своей жизнью при этом. Ну, это мы сейчас... Ты закончишь историю, мы обязательно вернемся к этой теме. Короче, меня хотя бы на этот момент, мое главное достижение, что меня отпустило. Я понимаю, что я хочу делать. Я точно хочу заниматься музыкой, но я не знаю, как. Потому что на самом деле музыка – это огромная сфера. И если у кого-то есть похожие мысли, типа, я понимаю, что это, наверное, музыка, или, скорее всего, музыка, или точно музыка, но я не знаю, что, надо попробовать разные амплуа. То есть, скорее всего, какой-то из них залетит. Но точно... Ну, то есть, не бывает такого, что я вот хочу заниматься музыкой, но не знаю, чем именно. Это огромное поле, такое же, как, не знаю, разновидности профессий. То есть нужно понять, что именно вы хотите. И я на тот момент просто понимал, что я хочу музыку. Я хотеть музыка. Я же вот пою, я пишу текст, и значит, наверное, я в этом хорош. И мы начинаем как-то общаться с Ильей. И уговариваем его продюсировать наш проект. Который называется «Подарки». И кто предложил название? Влад. А, то есть он создатель двух легендарных названий? Ну да, да, да. Я хочу группу просто, чтобы его как-то ебануто назвать. Чтобы Влад как-нибудь назвал. Мы можем, в принципе, обратиться к нему, я думаю, вполне. Я думаю, в этом вопросе он лучший вообще в целом. Итак, группа «Подарки» это Никита Шишков на гитаре. Илья Воронков, голос. И Влад как продюсер, саунд-продюсер. Нет, Влад там был просто как чувак, который по большей части над нами угорал, я думаю, потому что он понимал, что это какая-то хуета. А Илья, он был саунд-продюсером. А, сори, да. То есть он занимался этим делом. И это, блядь, было вообще... Это был 2019-2020 год. Меня как-то повысили на моей работе в офисе. У меня замечательное отношение с генеральным. И мне как бы светит карьера в нефтянке. И в целом, если бы... А при этом по вечерам я пишу треки для групп «Подарки». Да, если бы не музыка вообще, и не мои желания, я бы сейчас, наверное, прекрасно себя чувствовал, был коммерческим директором компании и все такое. Вот. Но так случилось, что, типа... Я когда туда устраивался, я себе сказал, что это будет моя последняя офисная работа. И так и произошло. Боже, какой же ты вот... Ну, визионер. Да, да, визионер. Визионер. Вот я тебя вот сейчас вижу. Слава богу, блядь. Ну, короче. Чувствуешь, насколько другой вайп от меня по сравнению с первым подкастом? Потому что я сейчас как голый сижу вообще. Типа, ну, мне даже не знаю. Тебе некомфортно про это говорить? Нет, мне не комфортно. Я просто... Ну, представь, когда в последний раз ты сидел вообще вот и сам это все вспоминал. Добро пожаловать. А ты на меня еще пиздел, блядь, что я шутками от тебя защищаюсь. А я даже не защищаюсь. Я даже пошутить сейчас не могу. Поэтому ты все еще делаю и я. Поэтому это делаешь ты. И как всегда хорошо. Короче. Давай. И мы... Да, я, грубо говоря, ухожу за... Нет, подожди. Вот что я хотел сказать. Не чувствуй себя голым. Потому что то, что ты говоришь, это охуительно. И то, что ты говоришь, услышит 2, 3, 5, 10 человек, которые сейчас находятся в похожей ситуации и думают, что выхода из этого нет. А выход есть. И сейчас Илья расскажет, где он. Да, наверное. Ну, в общем, я прихожу... Типа, как выглядела моя жизнь в тот момент? Я прихожу с этой работы. И мы просто... Приходит Илья, приходит Никита. И мы начинаем... А Илья приходил как бы полностью со всей снаряга. Он приходил с компьютером, с колонкой, блин. С каким-то синтезатором у него был, по-моему, какой-то там... Какой-то маленький мук. Вот. С карточкой, с микрофоном. И мы прям у меня в столовой делали демки. Офигенно. Вот, да. И потом он даже еще сводил их. Угу. Вот. А я, когда мы это делали... Ну, я же смотрел, как это все происходит. Я, типа, понимал, что это какая-то магия. Я думал, а, ну, наверное же, если он это может, то и я могу. Вот. И я у него спросил, а как ты научился этому всему? И он мне ответил, и сейчас, наверное, будет самый полезный момент на данную минуту этого подкаста. Да, если у вас есть такая же ситуация, вы не знаете, что вообще с этим делать. Илья прошел курс по созданию музыки в школе Маскелиады. И я абсолютно убежден, что это, наверное, лучший курс, который можно купить, если вы хотите заниматься музыкой онлайн. То есть, во-первых, это потрясающее развлечение. Во-вторых, этот курс может поменять жизнь. И я скажу от себя, что у меня есть несколько друзей, кроме тебя. Да. У меня есть вообще друзья, кроме тебя, кстати, которые проходили курс у Антона. И все, кстати, сейчас имеют какой-то вес в музыкальной индустрии. Да, но Антон очень важный чувак вообще в целом в моем становлении. Мы еще до этого не дошли. Еще есть группа подарки. Да, ну что, мы сделали несколько треков. А вот подожди, вот что я хотел спросить. Вот вы сидите с Никитой, с Ильей, вы пишете музло. Ты смотришь, как он что-то там чикает в компьютере. У тебя на тот момент что-то ёкает внутри. Ты такой, блин, ну условно, например, я чувствую, где здесь должна быть пауза в аранжировке. Или я понимаю, что вот сюда должно вот это подойти. Нет, конечно, я говорил, что давай здесь вот так, а здесь вот так. Но в целом у меня всегда было продюсерское мышление. То есть я не думал никогда категории одной партии. То есть я видел всю песню. Но, естественно, поскольку как бы Илюха все это делал, то есть был набор его тембров, ну его какие-то... Ну понятно, что ты не лез в это. Ну да. Я больше про то, что в тот момент ты понимал, что, возможно, во всей вот этой музыкальной истории вот это именно и есть твое место. Нет. На тот момент я этого не понимал. Я начинал к этому приходить вот с каждым разом, после каждой какой-то вот такой сессии. То есть Илья делал для нас это, потому что ему это было интересно. Он тогда тоже как бы чувствовал... Он вот тогда буквально только закончил этот курс. И, ну, он так уверенно это делал. Я такой, типа, нифига. Вау. Как он чувствуется. Ну да. И, ну, то есть я у него спрашивал, как это произошло. И он мне просто говорит вот такая история. Потом у нас, короче... Ну, как-то странно, но у группы «Подарки» тоже был успех. И нас... Тогда Spotify только появился в России. И у нас вышел трек, который назывался «Радио». И он попал в редакторский плейлист Spotify, который назывался «Неопоп». Вау. Да, ну, на тот момент у них были плейлисты в России, вообще не были в России. И это, типа, опять было, ну, для меня какой-то такой... Знак. Знак, типа, что, ну, наверное, что-то... Как-то правильно. Потому что у меня на тот момент были довольно сильные стилистические расхождения с Шишковым, с Никитой. То есть Никитос всегда хотел в какой-то фанк. Он вообще всегда хотел делать максимально вот то, что мы сейчас делаем. Потому что он всегда хотел это. Главное, чтобы он до сих пор этого хотел. Да, я не против был тоже, но мы понятия не имели, как это делать. То есть с чего вообще. Ну, мы даже особо такое не слушали. Вот. Ну, и надо признать, что на тот момент я очень близко дружил с Таба, который слушал вообще другую музыку, который слушал Мак Миллера, который там слушал Тандеркеты. Ну, короче, хорошее музло. Господи, первый раз Илья называет людей в музыкальной индустрии. Я их знаю. Да, Таба. Таба, да. И, типа, конечно, когда я показывал ему наши успехи и демки, он говорил... Interesting. No, dog, good for you. И, типа, вот так он со мной разговаривал. Ну, типа, ну, друг он. Он говорит, я же тебе не мог сказать, что ты говном занимаешься. Ну, да, да. Вот. А Таба, кстати, как-то сам начал что-то продюсировать. Что-то он там поставил какой-то облетон крякнутый там на свой компьютер. Там у него был какой-то старый макбук. Я не понимаю, где он его взял. И что-то он в каких-то наушниках в капюшоне сидел. Там что-то писал. Биточки, да. И, ну, на самом деле, офигенные биты он писал. Ну, потому что, опять же, он... У него была вполне конкретная связь. То есть, он слушал хорошую музыку и писал хорошие биты. Вот. Я на тот момент только вышел из какого-то тяжелого рока и пытался разобраться, как работает поп-музыка. Вообще непонятно. Ну, в общем, да. Но в тот период как-то на работе стали узнавать о том, что я занимаюсь музыкой. Я никогда не забуду, как мне написал мой генеральный директор. Говорит, так это твоя группа «Мятный фестиваль» была? Шок, да? Вообще, да. То ли он там в каком-то баре был, когда мы выступали, то ли еще какая-то фигня, я не знаю. Ну, в общем, как-то так. Ну, то есть, я вообще не хотел, чтобы на работе знали о том, что у меня есть какая-то такая история. Почему? Ну, потому что не хочется быть вот этим вот орликино, который, знаешь, типа, а это у нас там музыкант, это у нас Семен Петрович юморист, а это вот еще один еблан. Ну, типа, вот это вот. Это мне почему-то всегда казалось, что какая-то стремная фигня. Что, кстати, глупо. Потому что, на самом деле, у нас почему-то есть какой-то менталитет, что если ты занимаешься каким-то творчеством, то это вообще что-то странное, с тобой что-то не так. То есть, ну, не знаю. И у меня начались какие-то проебы по работе, потому что я как-то вообще поехал, начал там, типа. А, я знаю, почему они начались. Потому что мне Илья посоветовал книгу Антона Маскелиады, которая называется «Твой первый трек». Я начал ее читать. Я скачал облитон и начал делать какие-то первые дела. Я помню, это был 2020 год, это была зима. Это был вот этот ковидный жесткий период. И я просто сидел дома. Была еще какая-то лютая метель совершенно. Я сидел и просто утопал в этом. То есть, я не знаю, это еще один, наверное, совет. То есть, если вы сейчас не знаете, как, чего, просто скачайте эту книгу, купите ее. Там она стоит не очень дорого. Там, условно, в пределах 500 рублей она стоит. И это, конечно же, стоит того. И, ну, облитон найти можно как бы... Но если что... Блядь, охуенный подкаст для музыкантов. У компании Ableton есть бесплатный пробный период 30 дней. Но я просто сейчас не знаю, как в России, можно ли его поставить или нет. Поэтому найти можно его, да. В общем... Есть лоджик. Этот курс именно учат делать ваблики. Это очень важно вообще. То есть, для меня вот эта программа всегда была, как, не знаю, кабина самолета. Типа, ты ее открываешь и думаешь, блядь, пожалуйста, нет, что это все значит? Да, что это такое? Ну, то есть, этот страх тоже был. И эта книга как-то очень просто тебя учит это делать. И, ну, на самом деле, просто огромнейший респект Антона, что он смог это так оформить. И, ну, это какая-то феноменальная штука. И на тот момент я понял, что... Ну, у меня стали получаться какие-то демки, какие-то биты. Первый трек, который я сделал, знаешь, как назывался? Картофельный биточек. А Илья, кстати, недалеко ушел в плане названий демок. Да, последнюю демку я назвал Хасавюрт. Ну, короче, я что-то, да... А на тот момент еще Даша, моя будущая жена, она занималась... Она тогда только-только входила в свою профессию создания контента. И она что-то снимала рекламу для какого-то местного бренда украшений. И я написал небольшой трек для этой рекламки. И, ну, типа, конечно, как бы это не то, чтобы там что-то хорошее. Ну, это было достойно вполне себе. На самом деле, вот такие маленькие какие-то проявления себя в локальных штуках в самом начале пути, мне кажется, это очень много дает. Да, это важно. То есть, вот эти вещи, они позволяли мне ощутить себя каким-то нужным. Ну, то есть, я абсолютно... Я понимал, что я иду по пути сердца, потому что я хочу этого. Вот. Ну, и именно в тот момент у меня начались, естественно, расхождения с работой. И в какой-то момент меня позвал шеф и говорит, типа, а на какие наркотики ты подсел, Илья? Ну, что-то такое он спросил. На музыкальные. Я ему абсолютно честно рассказывал. Ну, потому что, на самом деле, офигенный просто человек. Ну, вообще, я понимаю, что это тоже было нужно мне. Потому что мне нужно было попасть туда и познакомиться с ним, чтобы научиться у него каким-то вещам. Как вообще, помимо того, ну, хорошо, сделал ты музыку или стал ты ремесленником. Как тебе сделать так, чтобы ты был в этом востребован. Как тебе разговаривать с людьми и так далее. То есть, этому я научился, в том числе, у него. И он меня просто вообще понял. То есть, он не стал меня как-то там... Ну, я даже не могу представить. Ну, сейчас, может быть, кто-то это слушает и, типа, подумать. Я там, чтобы своему директору сказал о том, что я хочу заниматься музыкой. Ну, непонятно, какая будет реакция. А я написал гимн компании, в которой работал. Серьёзно? Да. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, вот это... Короче, мне кажется, в жизни каждого человека есть такой генеральный директор. Но просто он не обязан быть генеральным директором. Это просто некий персонаж, который входит в твою жизнь и говорит тебе, давай, ну, типа, можно. Да. И, ну, на самом деле, я, типа... Я, я не знаю, я вот ему недавно на Новый год просто записал сообщение, сказал спасибо. Потому что ни дня не прошло, чтобы я не вспомнил вообще то, через что мы там прошли и всё такое. Ну, да. Да и в целом, как бы, у меня только хорошие воспоминания про это всё. Именно про последнее место работы. Ну, в общем, типа... И ты ему сказал, что ты подсел на музыкальный наркотик. Да, я начал, как бы, увлекаться этим всем. И потом был карантин. Это была весна. Да, 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 зимой ковид ещё не начался. Там, в общем, было весной. И я на этом карантине, у меня окончательно поехала крыша. Я начал вот этим всем заниматься. Потом я скопил какие-то деньги и купил полную версию онлайн-курса в школе Маскеляды. И там есть несколько паков, типа... Вот я купил пак, чтобы мне Антон лично дал фидбэк. Потому что мне надо было услышать от профессионала, что, ну, я вообще оно или... Ну, типа, я ок или нет. И моей выпускной работой на этом курсе был вот этот трек-считалочка, который я тебе вчера показывал. И, ну, в общем, он его разбирал. То есть, как это происходит? Ты там... Ну, в общем, там есть какие-то блоки, уроки, которые ты смотришь. Это всё супер понятно, супер... Вообще, я реально просто от души рекомендую этот курс, если вы не знаете, что делать сейчас вообще. То есть, вы хотите заниматься музыкой, но не понимаете, что делать. Я вообще считаю, что сейчас абсолютно каждый чувак, который занимается музыкой, он так или иначе, ну, не должен проходить мимо DW. То есть, это или Ableton, или Logic. То есть, какую-то программу человек просто должен знать. Сто процентов. Знаешь, я пока ты рассказывала, я вспомнила, что... Ну, я у меня... Только я с Logic'ом как-то знакома, потому что... Хотела сказать, потому что у меня MacBook. Потом вспомнила, что я вот просто тоже спиздила в сторону и скачала. Но суть не в этом. Суть в том, что пока ты рассказывала, я вспомнила, что я как-то сделала джингл для подкаста и продала его за две с половиной тысячи рублей. Ну вот. И это к тому, что, мне кажется, ты прав абсолютно. Это первый шаг. Это самый первый шаг. Скачать это и просто что-то потыкать там. Если у вас сейчас есть какая-то компания, в которой вы, типа компания музыкантов, вы в этой компании там исполняете какую-то роль инструменталиста, не знаю, что вы делаете. Если вы осваиваете DW и начинаете работать, вы становитесь центром этой компании. Что такое DW? DW – это Digital Audio Station, типа Workstation. Потому что Workstation называется. Нет, ты просто этого сказал Station. Ну, типа Digital Audio Workstation. Понял. Ну, это программы, типа Ableton и так далее. Их называют DW. Ну да, и мне кажется, еще типа, блин, мы живем в век... Да, понятно, Илья прохавал то, что на Ютубе есть все задолго до того, как динозавры ходили по нашей планете, но по факту сейчас мы все понимаем, что любую информацию можно найти в Ютубе. Это уже, наверное, следующий этап моих поисков. Но в плане того, как начать продюсировать, реально есть все. Просто начать. Реально есть все. Но почему я советую пойти, например, к тому же Антону учиться? Во-первых, это доступно онлайн. То есть, вы легко можете это делать просто онлайн. То есть, вы там... И так же после работы, условно. Абсолютно. Так вот, почему я советую курс Антона? Потому что, во-первых, он может расставить все точки над «и», дать понять вообще, что стоит делать как бы в музыке. А ты бы сказал, что этот курс подойдет только людям, которые видят себя как саунд-продюсеры? Нет. Нет, абсолютно нет. Во-первых, как я и сказал любому музыканту, будет как минимум не лишним, а крайне желательно вообще освоить какую-то программу. Аблик, на мой взгляд, самая такая френдли программа для именно... Ну ладно, это уже, наверное, вкусовщина. Это вкусовщина ебать. Потому что первый раз, когда я увидела, что Илья открывает Аблитон, мне показалось, что у меня просто все мои маленькие клеточки в мозгу, они сыпятся и рушатся, потому что у меня это было настолько непонятно. Ну, там... Я начал пользоваться Аблитоном, потому что Антон очень хорошо объясняет, почему именно эта программа. Ну да, да, понятно. Она действительно довольно простая. То есть, может казаться, что... Ну, типа, любая давка сложная. Давка и DW – это одно и то же, если что, их называют давки. Я думала, в метро. Она, в принципе, выглядит, ну, типа, страшно. Так, подожди. Окей, мы поняли, что ты рекомендуешь курс Антона. Я не просто потому, что, типа, я вот хочу порекомендовать. Потому что это искренне меня вытащило. Ты спросила, типа, это обязательно, если ты хочешь стать саунд-продюсером? Нет. Я на тот момент не думал, что я хочу стать саунд-продюсером. Просто для любого человека, который хочет начать свое движение в музыке. Да, потому что, ну, во-первых, это даст возможность... Допустим, если вы поете, типа, вы можете сами писать себе аранжировки. Это конечно. Вы можете сами себя выражать. То есть, вот если сейчас кто-то сидит и думает, вот класс, у Сони есть команда, которая это делает. А я вот, у меня команды нет. Вы можете просто пройти этот курс, и буквально там через месяц вы начнете делать сами какие-то аранжировки. И сами туда сможете записать вокал. Это не какие-то космические деньги. То есть, это все более чем доступно. Всегда, конечно, лучше, если есть возможность там идти к человеку там офлайн, короче. То есть, это, конечно, ну, это не заменить. Если это классный спец, конечно, топово пойти и вот сразу там за, условно, какое-то время разобрать все это. Да. Но если нет никого из знакомых, да и вообще в целом онлайн это прекрасный вариант, чтобы начать заниматься. Окей, возвращаясь к твоей истории. Карантин. Ты утопаешь в том, что ты слушаешь этот курс и начинаешь свои первые шаги в продакшене. Да, потом было лето, когда я все-таки пошел на этот курс, и типа я, я помню, что это был мой подарок себе на день рождения. Я его закончил, я сделал этот трек, я помню, что Антон еще на первых разборах как-то, ну, мне кажется, очень искренне, вообще он в целом такой как бы парень, ну, довольно прямой, мне кажется, он очень как-то искренне сказал мне что-то в духе, я не знаю, что ты делаешь, но типа тебе надо задуматься, чтобы ты как бы подумал о том, чтобы ты мог этим заниматься вообще в целом, связать свои жизни с этим. Потому что я ему скинул свой проект, он сказал, что ну, обычно такое пишет типа группа, то есть нужна группа людей, чтобы написать такое. Еще важный момент, я не знаю нот, вот то есть, например, сейчас кто-то может слушать, ну, окей, ладно, а как вот быть, ну, все-таки нужно понимать какое-то представление, иметь о музыкальной теории. Вот именно что, наверное, достаточно сейчас иметь представление. То есть, абсолютно не лишним будет, если человек разбирается, если у него есть музыкальное образование, это прекрасно. Вот. Но, как я много раз убеждался, наша система музыкального образования скорее отдаляет людей от того, чтобы заниматься музыкой. Потому что, мне кажется, какие-то... Ну, в общем, у меня есть знакомые, которые просто пожалели о том, что они начали. Ну, именно из-за того, как это было. Короче, я купил себе... Во-первых, облитон может держать вас как бы в тональности. То есть, вы не нажмете какую-то лишнюю ноту. Вы всегда будете попадать в тональность. А я купил себе там с руку чувака за 8 тысяч рублей прекрасный приборчик, который назывался ланчпад. Это такая квадратная фигня с кучей кнопочек, где можно залочить тональность. То есть, ты один раз ее выбрал, и все. И ты в этой тональности работаешь. И я прям... Надо же, как прекрасно. И, ну, замечательно вообще. То есть, я прям тогда начал фигачить по полной программе. И это был абсолютно крейзи восторг. Ну, и типа, да. И я, значит, помню вот этот разбор от Антона. И он мне вот это сказал, что, типа, ну, это прям круто. И на тот момент, наверное, я понял, что, ну, вот так это и должно быть. И... Ты еще работал на работе? Да, я работал на работе практически вплотную до самого отъезда. Сюда, в смысле? Да, да, да. Я работал там до октября 2022 года. Ну, то есть, это из разряда день, типа, с девяти до пяти. Ты работаешь, с пяти до девяти ты херачишь музыку. Да, да. Ну, я просто... Я на тот момент понимал, что... Я уже один раз психанул и ушел с работы, остался в жопе без денег. И я понимал, что... И Антон, наверное, тоже мне подсказал. Он говорит... Он сказал, типа, не надо бросать работу, вот, когда вы, типа, там, какое-то время занимаетесь музыкой. Даже если хорошо получается. Не надо это делать. Это очень манит. Работу нужно бросать... Нет, не бросать. Во-первых, бросать ничего не надо. Как исцепление. Вот и пошутил. Короче, нужно уходить с работы, когда вы понимаете, что музыка, наверное, начинает замещать уже все это. И главное, когда у вас есть какой-то уже денежный фидбэк от музыки. Да. То есть, это абсолютно реально. Я, например, еще работая на той работе, я... Ну, в общем, было еще одно обучение. Потому что после курса Антона я понял, что я это могу. Но у меня появилось огромное количество вопросов, на которые начальный курс просто не должен отвечать. То есть, не мог ответить на эти вопросы. И я, короче, понял, что мне нужно что-то еще. Потому что мои демки не звучат так, как вот все звучит на радио. Ни хрена так не звучит. То есть, я понимаю, что это как-то... Ну, я далек от этого. Я начал копаться как бы в разных курсах, что мне делать. И я просто практически рандомно я записался на курс какому-то чуваку, который живет в Канаде. Вот. Он вообще этнический украинец. Он просто очень давно там живет. И он типа является каким-то топовым звукорежиссером. Хотя я потом уже узнал, что в звукорежиссерской среде ну, как-то недобро над ним шутят. Что он какой-то странный парень. Хотя, ну, я абсолютно с этим не согласен. Ну, то есть, я уверен, что те, кто над ним шутят, просто не проходили реальный его курс. Они видели его в видосе на ютубе, где он привлекает людей на курс. А он как бы у него сильный такой славянский акцент. И, ну да, это может показаться забавным. Но человек абсолютный психопат. И он знает все вообще про звук. То есть, он просто, он может залезть под капот абсолютно любого плагина и показать, как он работает. Короче, я 9 месяцев у него учился. Я приходил с работы. И лекции были там по 2-3 часа. На которых мы только компрессию проходили, кажется, месяца 3, наверное. И у меня две вот таких вот тетрадки с конспектами, которые я с собой сюда взял. Короче, этот чувак, ну, вот именно он, наверное, именно вот это погружение. То есть, я понимал, что у меня есть огромное количество вопросов конкретно к звуку. Я не знал, как к ним поступиться. Потому что, чтобы ты понимал, я мог, я не мог заснуть иногда. Потому что я понимал, что завтра я сяду в машину, включу то, что я вчера сделал. И оно, сука, не будет звучать так, как трек, который мне нравится. А вот уже на этом этапе эти видосы, там, как, типа, там, сделать бочку, чтобы она круто играла с басом. Они, ну, довольно много информации прям откровенно левой на ютубе в том числе. И есть прям жуткие примеры этой информации. И, типа, я, да, я начал этот курс. И вот за 9 месяцев этого курса я понял, что я сделал, ну, просто гигантский скачок вперед. Типа, вот именно когда я, как продюсер, прошел курс именно звукорежиссуры студийной, я тогда понял, что, ну, да, я теперь, кажется, понимаю, как это плюс-минус работает. Оставалось уже как бы... Не то, чтобы я там всему научился. Ну, конечно, нет. Но я сейчас хотя бы в этих условиях знаю, как сделать так, чтобы звучало круто. Вот. И на тот момент уже я почувствовал уверенность. И я написал... Короче, я понимал, что сейчас все в моих руках, и мне нужно теперь сделать так, чтобы все, что я вложил в музыку, я начал как-то получать обратно именно... Короче, работать, чтобы я начал получать какие-то деньги за это. Я помню, что в чате школы, маскелиады, кто-то написал, что ищет звукорежиссера, чтобы свести песню. И я такой, погнали. Я просто написал человеку. Вот. Ну, и подумал, ну, раз уж я буду работать, я запрошу 10 тысяч рублей за сведение песни. Вот. И как бы в качестве этих самых... В качестве своих референсов я скинул на тот момент мой... Ну, да. У меня еще был... Я тогда начал свой сайт-проект «Wellow Yellow». И я сам полностью в одно лицо спродюсировал и записал альбом, и выпустил его. И он... Ну, он был такой как бы первый, такой немного несуразный по звуку, но вполне себе как бы интересный такой музыкальный альбом. И я его скинул, человек сказал, да, погнали, окей. Это же тоже начинающий. Вот. Ну, в итоге я как бы свел эту песню, как на тот момент умел это сделать. И в целом, ну, человек остался доволен, самое главное. Ну, и в целом, я не могу сказать, что... Даже вот недавно я ее слушал, не могу сказать, что она как-то ужасно прям звучит. Ну, понятно, что я там сейчас все бы сделал чуть-чуть по-другому. Но, тем не менее, мне надо было с чего-то начать, и я начал. А потом я уже начал как-то набивать руку. Я, во-первых, свои какие-то там демки начал сводить и так далее. Я много узнал о том вообще, как это нужно делать, о мониторинге. Я взял кредит вообще на то, чтобы купить себе MacBook. И типа, да, я... Вот еще почему не стоит уходить с работы, потому что если вы хотите... Потому что вам нужен будет MacBook. Нет, нет, нет. Дело не в том, что я хотел MacBook... Ну, просто так уж заведено в звуке, в продакшене. Вообще профессионалы редко очень работают на винде. Ну, очень редко. И я просто следовал большинству. То есть, не то, чтобы я там... Я просто видел, что профики работают на Mac. Я такой, ну, окей, погнали, хорошо. Но ладно, Mac. Но типа, потом я понимал, что мне нужно купить мониторы. Мне нужно как-то комнату обустроить. Потому что я узнал об акустике комнаты и так далее. Тебе не слишком скучно? Нет. Вот. И типа, я на тот момент, благодаря тому, что я работал на этой работе, я еще как бы заключил такое джентльменское соглашение со своим генеральным. Я ему сказал, что я по-любому уйду. Но я типа, сейчас прохожу курс. И мне нужно какое-то время, пока я не почувствую себя уверенно, то есть, чтобы уйти с работы. Вот. И он мне дал, условно, год вот этого времени. То есть, я ушел с начальника управления, там, просто на начальника отдела поменьше. Вот. Чем все равно еще бесил очень сильно некоторых людей. Были люди, которые хотели, чтобы я ушел с работы. Меня пытались там кознями разными убрать. Вот. Но просто меня реально защищал генеральный и сказал, типа, в общем, у него свое. Ну, опять-таки, да. И повезло, наверное. Но в то же время я как-то... Я просто не стеснялся говорить правду. Что, ну, вот так. Мне надо вот так. Да, да, нет, нет. Ну, и потом уже я увидел, короче говоря, я увидел... Я увидел какое-то объявление, что вокально-инструментальный ансамбль «Лествица» ищет звукорежиссера. А это прям матерые такие фолковые музыканты. То есть, это прям настоящие музыканты. То есть, это не то, чем были мы, когда сделали «Мятный фестиваль». Это прям люди, которые реально... Ну, вот они... Это прям скилловые музыканты, которые как-то делают абсолютную магию. И на тот момент я абсолютно начинающий звукорежиссер. Как бы скидываю им в качестве образца своей работы кавер на песню Ивана Дорна «Ренессанс», которую мы сделали. Вот. Мне говорят, ну, давай поговорим. Я прихожу. И там их духовный лидер Владимир... Я думал, ему лет 40. Оказалось, что ему 27. Ну, какой-то уникальный чувак. Это вообще тоже отдельный разговор. И мы решили, что мы попробуем сделать одну песню для начала. В общем, если все ок, то продолжим работать. Я сделал песню. С какими-то правками ее приняли. И они у меня просто заказали альбом, по-моему, из... Короче, 12. Ну, в общем, я заработал на музыке 80 тысяч рублей. То есть, просто вот я заработал эти деньги. И... Ну, я понял, что... Ну, короче, я чувствовал, что это возможно. На тот момент я такой, ну, это возможно. То есть, это вот. То есть, надо просто как бы не бояться писать. Ну, а что? Ну, откажут тебе дальше. Какая разница? Бери, бью, беги. Да. И все. И... Ну, ладно, вот этот кейс был, да. А дальше что? Просто мне как-то повезло, наверное, что в Ставрополе... Ну, наверное, если бы я остался в Ставрополе, я бы просто всех там опылесосил, что называется. Просто здрасте, а вам надо? А вам? А вы хотите? Вот эта вся история. Ну, не знаю. А как еще? Ну, да. То есть, если ты фриланс, то есть, ну, ты музыкальный ремесленник. Слушай, мне кажется вообще, что... Я тебя перебью на секунду, что... Короче, я вот сейчас прихожу к тому, во-первых, я хотела сказать про не бросайте работу абсолютно точно. И это скорее вот вопрос, будете ли вы заниматься музыкой, он даже не про то, насколько вы будете находить время заниматься музыкой и вот это все. Он, мне кажется, про то, что какой-то период жизни вам придется въебывать в плане того, что вы параллельно будете жонглировать основной работой, музыкой, какими-то распространением своей музыки, поиском возможностей для своей музыки. Просто я сейчас в таком моменте, и я понимаю, что я не могу себе позволить уйти с работы. Но это нормально. И, короче, если раньше у меня было какое-то к этому отношение, что повод, блин, а я просто хочу петь, то сейчас я понимаю, что ну вот, вот этой ценой, наверное, ты к этому приходишь. Ну, ты вчера сколько ты сидела? Монтировала рилс. Четыре часа. Ну, вот это твое сведение, понимаешь? Вот это вот твоя техническая работа. Ну, я, короче, это больше, да, посыл про то, что, типа, ну да, это все как в американских фильмах. Надо поебошить для того, чтобы получить какой-то результат. Мне ровно то же самое сказал генеральный. Он мне сказал, типа, ну, если ты чувствуешь, что это твое... Он мне сказал фразу, которую я запомнил в свежем. Говорит, нет ничего хуже, чем мужик, который занят не своим делом. То есть, он говорит, я был на твоем месте, и я понимаю, как это хреново. Ну, типа, и... Ну, да. Потом просто... Ну, есть, конечно, и обратная сторона этого всего. То есть, когда я начал продюсировать, я... Ну, как выглядела моя жизнь? Я вставал, дай бог, к девяти с хером приходил на работу. Вот. Я единственный был, кто приходил позже всех, потому что... Ну, а что мне? Я так чувствую. Меня все равно уволят потом. Мы договорились. И... А потом, ну, как бы, там... Я что-то там делал, работал. Ну, в основном, конечно, я смотрел видосы про продакшн. Чего уж там говорить. А потом я приходил домой. Я продюсировал. Проходил курс. Что-то делал там на какие-то заказы. Ложился спать там в два, в три. И вот так вот опять. У меня не было времени там ни на тренажерный зал, ни на какие-то такие истории. Ну, что я начал там набирать вес. И просто я почувствовал, что, ну, мне вообще плевать. Я просто должен, вот, я должен это сделать. Я должен уйти, как бы, в музыку полностью. Потому что я так, ну, я так близок никогда еще не был. А потом случился еще один момент. Короче, я... Было такое шоу, Худсовет называлось. Там был Ваня Дорн, да, и все остальные. И я отправил на это шоу демку. И в какой-то момент я увидел, что мой Инстаграм пролайкал их музыкальный редактор. О, блядь. Вот. И, ну, я так понял, что все идет к тому, что, наверное, как-то, возможно, я попаду тоже в эфир, как бы. И, ну, тоже интересная такая история, да. И как бы это было, фиг его знает. Вот. Ну, буквально там через три дня началась война. Буквально там через три дня это все началось. И я такой, типа, ну, естественно, мастерская уходит. Там все удаляет паблик и так далее. И я вдруг понимаю, что... Ну, блин. Меня и это все равно не остановит. Потому что я уже там. Все. Я уже должен просто это делать. И мы на тот момент снова законтачились с ребятами, с которыми когда-то был мятный фестиваль. Но теперь уже по делу. Теперь уже, как бы, я показал, что я что-то могу. И, ну, натурально заработал уважение этих людей. Мы организовали небольшую студию в Ставрополе. Она так и называлась «Комната». И там мы... Она называлась «Комната»? Да, я предложил назвать ее «Комната». Бля, ты гонишь? Я просто сегодня... Сори, быстро прерву. Мы сегодня выложили рилз, как мы писали там на днях музыку вместе с Ильей и с ребятами. И одна девочка написала, типа, «Никогда не выходите из этой комнаты. Это гениально». И я всерьез сегодня весь день думаю о том, что следующий альбом я бы назвала что-то в духе «Комната». И тут ты мне это говоришь. Да, ну, типа, а как еще это назвать? Ну, это же самое правдивое... Большинство людей делает музыку в комнате. Просто сейчас, опять-таки, при каком-то вот уровне интереса, вовлеченности и каких-то вот историй в духе, там, курсы и прочее, ну, ты можешь выйти на такой уровень, чтобы делать хорошо даже в комнате. Типа, дело вообще, как бы, не там, где ты находишься, а что ты хочешь. Ну, да. И мы стали как-то в этой комнате, короче, уже вместе как-то пошли на какой-то такой вот поток. Начали там какие-то по мелочи делать заказики, какие-то аранжировки, что-то там подобное. И, ну, а потом, ну, я все равно чувствовал, что мне надо как-то уезжать. Просто я чувствую, потому что я понимал, что это очень маленькое все. То есть, я, ну, я, я вряд ли реализуюсь. А потом была мобилизация. Я еще помню, я был тогда на больничном. И это случилось. Я не могу сказать, что мне было как-то там жутко страшно или типа того. Я был уверен почему-то, что типа со мной все будет нормально. Вот, но это безумно сильно напугало Дашу и, как бы, родителей. И я такой типа, ну, наверное, это знак. И на тот момент здесь уже был Антон. И он меня как-то гайдил и нас... Не маскиляды, если что. Нет, не маскиляды. Это мой друг детства и одноклассник. И, ну, вот, собственно, я потом пришел на работу и сказал, шефу, что типа... Ну, на тот момент я уже как бы, в принципе, свою зарплату, я ее отбивал музыкой. Ну, не каждый месяц прям. Ну, плюс-минус я это делал. Извините. Да-да-да. Ничего. Давайте помажем чем-то стулья. Ты уверена, что это стул? А что это? Ну, ты просто говоришь, что ты переутомляешься. Вот это у тебя уже так... Ну, короче, да. И типа я пришел, сказал, что я уезжаю. И, ну, конечно, охренел. Он говорит, почему в Лиссабон? Типа, блядь, почему в Лиссабон? Типа, как? Почему в Лиссабон? Ну, и я как-то так ему объяснил. А что ты будешь там делать? Я говорю, ну, вот, то же самое, что и тут, только... Только по-настоящему. Только за евро. Только за евро, да. Ну, и все. Ахуеть. И вот я тут. Потрясающе. Нет, на самом деле, это полный пиздец. Да? Слушай, со стороны... Ну, в смысле, в хорошем смысле. Типа, насколько... Представляешь, насколько ты верен и уверен в своей цели? В своей цели? Что сколько виражей у тебя было, типа, и возможностей туда попасть, но ты не попадал. И в итоге просто через свою целеустремленность ты это сделал? Ну... Ой. Да, слушай, я даже не знаю, типа, а что я такого сделал? Я просто в какой-то момент начал учиться. Нет, послушай, я в какой-то момент просто честно на себя посмотрел и сказал, если ты хочешь заниматься музыкой, и ты хочешь это делать профессионально, серьезно и хорошо, так, чтобы это нравилось не только твоей маме или кому-то еще, ну, надо этому учиться. То есть, ты не можешь просто взять, блин, ну, типа, я вот такой, и вот понеслась. Другой вопрос, что многие люди, даже когда умеют, думают, что это никому не надо. Это достаточно. Да. Но я тебе могу сказать, что, ну, это, наверное, уже тема следующего подкаста, как вот этим всем заниматься и не ебнуться. Ну, да, это определенно мы к этому вернемся, но знаешь, что я поняла? Мне кажется, что мы с тобой в прошлом выпуске говорили о том, что есть, и мы знаем лично много талантливых ребят, которые недостаточно в себя верят и, как следствие, недостаточно проявляются в музыке. Но сейчас я понимаю, что, значит, они этого не хотят. Да нет, я с тобой не согласен. Нет. Просто у меня с детства какое-то, наверное, самое подходящее слово – это оголтелая просто уверенность в себе. У меня с детства никакой уверенности в себе, но при этом я знаю, что хочу это делать. Да, слушай, у тебя, наверное, я не знаю, я не могу сказать, как конкретно в твоем случае это работает, там, причина-следственная, но я не могу сказать, что ты не уверена в себе, потому что, когда ты выходишь на сцену, ты не выглядишь так, как будто ты, ну, типа, ой, а я вот с ними. Так не происходит. То есть, это понятно, что это твое. Это, ну, конечно, какая-то уверенность в тебе есть. Просто тут взгляд, скорее, на перспективу. Понимаешь? Есть, ну, у меня, например, эту роль как-то, наверное, сыграла бабушка. Просто в моей жизни был человек, который мне говорил, что ты, милый мой, ты по-любому что-то сделаешь крутое и большое. И вот как-то она с детства мне внушила эту мысль. Что ты, ну, ты это сделаешь, и все. И я всегда почему-то в этом уверен. Ну, всегда в этом уверен. Вот. Ну, а есть люди, которые, например, ну, блин, а сколько ситуаций, когда у человека, там, какие-то есть жуткие абсолютно травмы. Там, неважно, откуда они взялись. Просто какие-то жуткие травмы. И у человека, может, и есть желание этим заниматься. Потому что, может, это вообще единственное, чем можешь заниматься. Но он просто настолько один, ему настолько сложно. И ему даже поговорить об этом не с кем. Что он просто, не знаю. А если он, хорошо, он себя преодолел, вообще показал кому-то песню один раз. И ему просто сказать, ну, это хуйня. Что ты, дурак, что ли? Что это такое? Не, я такое не слушаю. Я вон там, Кендрика слушаю. А ты зачем мне? Таких историй масса. Да понятно, что их масса. Я как раз таки говорю о том, что... Я, кстати, хотел тебе сказать, что это подкаст, и в микрофон тоже стоит говорить иногда. И понятно, что таких историй масса. Но я тебе как раз... Вот про это я и говорю. Про вот эту вот абсолютно, типа, упертость. В том, что мне кажется, что люди, которые... Может, я ошибаюсь. Я могу быть неправа. Потому что я сейчас так думаю, и через много лет, или через мало лет перестану так думать. Но мне кажется, что в этой игре, грубо говоря, доходят до какого-то финального уровня люди, которые, несмотря на всё говно, которое к ним летит, они почему-то знают, что... Да похуй. Ну, окей, я сделаю всё равно. Это отдельный разговор, на самом деле. Это большая тема. Но я, например, могу тебе сказать, что уже живя здесь, я понял, что у нас это работает совсем иначе. Особенно в маленьком городе. То есть, в Москве, я думаю, ещё как бы... Ну, если ты скажешь, что ты музыкальный продюсер, ты никого не удивишь. Когда ты говоришь, что ты в Ставрополе просто на тусовке, да я музыкальный продюсер. Это как бы типа, чего, блядь? Чем ты вообще занят? Что ты делаешь? Не в том плане, что Ставрополь там-то какое-то вообще непонятное место. Нет, просто это обычный небольшой город в России. Таких городов очень много. Ну, вот здесь, например, типа Лиссабон, это тоже как бы не столица мира. Но я недавно был на тусовке, где были только иностранцы. И когда я сказал, что дошла очередь до меня представляться, я говорю, я вот саунд-продюсер и занимаюсь этим. Ну, реакция... Ну, я врач. Окей, хорошо. То есть, нет такого, понимаешь? Вот типа, а-а-а... А у нас почему-то, блин, я вот это замечал всегда. Почему-то это, блядь, есть. Не, ну, слушай, я тут даже несмотря на то, что жила в Москве, всё равно как бы я всегда говорила это через запятую. Ну, условно. Что ты такой... Я там тот-то... Ну, да, я... Значит, и в Москве, понимаешь? То есть, почему-то уровень сложности именно вот этого какого-то проявления себя, он какой-то почему-то немного разный. То есть, как будто это что-то вот из ряда вон. Но на самом деле нет. Потому что это обычная, по сути, такая же работа. Ну, то есть, ну, для меня сейчас, да, то есть, я... Мне есть определённое ремесло, и я этим занимаюсь. Но, мне кажется, мы сейчас хороший такой задел дали на следующий выпуск. Да, мне кажется, уже куча всего было, и, наверное, надо как-то это подытожить. Ну, вот слушая тебя, а я действительно, мне кажется, так подробно слушала твою историю в первый раз. Ну, да. Наверное, поинты, которые для себя я вынесла... Ну, блин, ну, верьте себе, наверное, мне кажется. Это первое. Второе, мне кажется, классный момент, что мы сказали, что ищите... Даже если весь мир, условно, не поддерживает, и кто-то вообще... А кто-то вообще говорит, что вам туда не надо, найдите себе хотя бы одного человека, который будет за вас болеть. Мне кажется, это очень важно. Я могу дать практический, наверное, совет ещё. Если вот вы сейчас, типа, думаете, там, а что вы делаете, хорошо, нехорошо, научитесь правильно показывать свои демки, свою музыку. Потому что реально это важно. Ты можешь отправить демку лучшему другу, но который, типа, там, просто не в этом. И он, ну, когда автор отправляет, человек, который не является музыкальным экспертом, вдруг им становится, понимаешь? Тебе же легко... А вот он, вот этот человек, он это сделал, вот он. Очень легко ему сказать пару слов о том, как это вообще звучит и работает. И всё. И человек может дальше не захотеть. Просто один раз можно так сказать, что всё звездец. То есть нужно найти какую-то такую, какую-то тусовку, не знаю, там, или просто подумать, кому можно это показать, кто... Либо попросить какой-то фидбэк, там, допустим. То есть это на самом деле важно. Это такой, как бы, просто небольшой совет. Да, и, наверное, ещё одна вещь. Я думаю, мы к ней ещё много будем возвращаться. Но это, наверное, я больше для себя говорю. И, возможно, для людей, которые следят там за мной. Я знаю, что я очень популяризирую лёгкость. Ну, в плане того, что я показываю всё вот так. Типа, что мы собрались и, типа, записали. И всё это было весело, с шутками, матом. И, типа, прикольно. Я там то-то, то-то, то-то. Но это как бы маска отчасти. И всё, о чём мы говорим, о чём мы будем говорить в этом подкасте, это огромная работа. Внутренняя, ментальная, физическая. Связанная с коммуникацией, связанная с задротством, связанная с кучей часов, которые вы будете вбухивать в это дело. Вот, наверное. То, что люди видят в рилсах, когда мы делаем вот здесь вот музыку, это действительно легко и быстро, потому что это верхушка айсберга. По сути, это несколько людей, которые какие-то жертвы сделали, чтобы это делать. Вот, легко и быстро. Ну, да, да, да. Наверное, вот я про что. Что ещё? Какие ещё выводы? Что-то ты ещё умное говорил. Да нет. Да, блин, пизда-то, чё, круто. Красава, блин, красава. Ну, реально, респект. Спасибо. Это вау. Давай попросим людей, которые это послушают. Может быть, у них есть какие-то вопросы или темы, или предложения. Да, пожалуйста, обязательно пишите. Может быть, мы недораскрыли какую-то тему. Может быть, что-то было не до конца понятно. Или вы знаете, и у вас есть конкретный к нам вопрос, который вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Мы, правда, очень-очень ценим и слушаем ваш фидбэк. Поэтому пишите. Мы читаем все комментарии. Абсолютно. Все 17. По нескольку раз. С нашими ответами. Да, с нашими администраторами, хотела сказать. Короче, спасибо, да. Это был второй выпуск некого подкаста. Да. И мы обсудили... Ты какой-то грустный. Да не, я не грустный. Я просто, ну, как-то... Я впервые вообще, наверное, так долго рассказывал эту историю. И это прям, типа... Ну, просто потратил энергию. Это нормально. Ну, ты гордишься собой? Я... Нет, наверное. Не могу сказать, что я горжусь как-то. Ну, типа... Я понимаю, что это только начало. То есть... Вот об этом же и подкаст. Даже вот сейчас, вот как бы, находясь в этой позиции... Ну, да, это точка А. Это точка А. То есть ты понимаешь, что... А там дальше сколько всего еще. Поэтому, ну... Я как бы определенно себя люблю за какие-то вещи. И уважаю даже. Но я понимаю, что впереди как бы еще до хрена. Я, по сути, еще ничего не сделал такого. Поэтому ток вперед. Это был подкаст точка А. Мы что-то обсудили, мы еще что-то обсудим. Обязательно обсудим. Спасибо большое. Ставьте лайки, репосты, пишите комментарии. Нет, не так. Что? Лайкосы. Комментосы. Репостосы. Молокососы. Некий подкаст. 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 Некий подкаст. 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 Некий подкаст.